Доброе утро! Сегодня 22 июня, вторник. В студии Мара Багирова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Со дня начала Великой Отечественной войны прошло ровно 80 лет. Все меньше тех, кого она коснулась. В жизнь вступают новые поколения. Но и поныне в России слова «22 июня» не нуждаются пояснения. Они остаются в нашем сознании как напоминание о беспримерной трагедии, обрушившейся на страну и вместе с тем как символ столь же бессмертного героизма советского народа. Великая Отечественная война стала самой кровопролитной не только в российской, но и в мировой истории. Она унесла жизни миллионов наших соотечественников, привела к тяжелейшим лишениям, оставила после себя разрушенные города и сожженные села. Страна прошла через все это, выстояла, одержала победу. Очередное заседание членов Дагестанской ячейки межрегионального общественного движения за межнациональное согласие «Маяки дружбы» было посвящено роли организации в сохранении исторической памяти. О важной миссии проекта в интервью Ильине Гусаровой рассказала руководитель Дагестанской ячейки Хазбат Тилакаева. Сегодня для нас главной целью было то, чтобы показать подрастающему поколению, какова история и судьба нашего народа. Наша цель заключалась в том, чтобы была преемственность поколений, чтобы была связь между прошлым и настоящим. И также, чтобы ребята в дальнейшем будущем могли для себя поставить ориентиры, как им действовать, как продвигаться в дальнейшем. И главной целью для нас было то, чтобы ребята получили не ту историю, которую фальсифицируют на сегодняшний день, а ту историю достоверную, которая строится на воспоминаниях участников войны. И я думаю, сегодня мы смогли сделать очень хорошее дело, потому что все те, кто сегодня присутствовал на мероприятии, то есть вначале мы провели экскурсию в музее боевой славы, где участники нашего первого дискуссионного клуба ознакомились с историей Великой Отечественной войны, знакомились с историей тех героев дагестанцев, которые оказались в самом эпицентре войны, стали героями Советского Союза, и, конечно же, им рассказали о том, как все происходило в тылу. После этого мы просмотрели фильм «Мы из будущего». Фильм оставил неизгладимое впечатление на ребят. До сегодняшнего мероприятия они изначально смотрели первую серию фильма, и сегодня, уже просмотрев вторую серию фильма, они высказали свое мнение, они стали рассказывать, какой след оставил этот фильм у них в душе. И, конечно же, мы вместе с ребятами сумели ответить на самый главный вопрос – что же такое патриотизм, и являются ли они патриотами своей родины. И, конечно, очень отрадно, что молодые ребята – это учащиеся 50-й школы города Махачкалы, ученики 9-го класса, они настолько эрудированы, и, я думаю, такой молодежи у нас будет светлое будущее. Накануне Дня памяти и скорби в Махачкале в парке имени Ленинского комсомола прошла акция «Свеча памяти». Жители и гости столицы возложили цветы и свечи у вечного огня к памятнику воину-освободителю. Память павших солдат почтили и сотрудники Министерства внутренних дел по республике. Напомним, «Свеча памяти» – это всероссийская акция, посвященная жертвам Великой Отечественной войны. В Дагестане начались приемы граждан по вопросам туризма и летнего здоровительного отдыха. Неделю приемов проводят региональная общественная приемная «Единой России» и местные общественные приемные партии при участии депутатов всех уровней, представителей профильных министерств и ведомств. Разъяснения гражданам дают депутаты, представители регионального Роспотребнадзора, Министерство образования и Министерство по туризму и народным художественным промыслам. Кроме того, 25 июня на площадке региональной общественной приемной «Единая Россия» состоится Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи. Разъяснения и консультации граждан будут давать представители Ассоциации юристов России. В Исакогоре, хвойные леса и занятия на открытом воздухе. В живописном селе Мачедаш Шамильского района торжественно открыли первую смену спортивно-здоровительного лагеря имени Расула Гамзатова. В эту летнюю кампанию в районе открылись три лагеря. Свой досуг в них проводят около 800 детей со всего Дагестана. Представляем команду из 170 участников со всего региона. Город Махачкала, Гунягский район, город Хаспийский, Таркалинский район. В Махачкале в эти дни работает выставка, готовая рассказать об уникальном древнем промысле унцукульской орнаментальной насечке. Народный художник России Гамзат Газимагомедов представил свои работы в Музее изобразительного искусства. О том, что удивляет изыскательную публику, попытался понять Магомед Баширов. Гамзата Газимагомедов называют умельцем-виртуозом с отменным эстетическим вкусом. Он автор более 200 произведений искусства, которые хранятся не только в музеях Тагестана и России, но и в частных коллекциях у нас в стране и за рубежом. Среди изделий Гамзата Газимагомедова много произведений, у которых хочется остановиться и замереть. В каждом из них виден огромный труд и несомненный талант автора. Но особое место занимает работа, названная «Мастером древа Газимагомедовых» – имена восьмерых предков, передававших искусство из поколения в поколение. Предки мои, это Али Магомед Али Газжи, и с этого начинается основа нашей династии. Это люди, которые были известны, мастера и того привода. Тем более, в те времена, когда была нашественная диршаха, именно для ополченцев наши предки изготавливали мечи и сабли. Унцукольская орнаментальная насечка, которой мастер украшает свои работы, уникальная. Альтернативы ей сегодня нет в мире, говорит художник. Это особый вид, который унцукольцы смогли сохранить. А сохранился он благодаря таким умельцам, как Гамзат и его предки. Это и завещал отец Гамзата своему сыну. Для нашего международа сегодня главная задача – его сохранение и развитие. И его показывает перспективу развития сегодня. Не только в моем поколении. И дальше тоже, чтобы это было перспективным для Дагестана. Для Дагестана можно сказать, не только для Унцукольца. Для Дагестана тоже нет альтернативы другой. Чтобы нынешнее поколение, чтобы и они сегодня активно взялись в его развитие и сохранение. Это очень важно для нашего народа, для Дагестана. На открытии выставки ценителей таланта юбиляра собралось немало. Работы Гамзата Газимагомедова – это лицо дагестанской культуры, которые восхищаются не только в нашей стране, но и за ее пределами. Мы делали несколько его выставок в Москве и вот сегодня в Дагестане. Я думаю, что эта выставка будет очень нужна. Она дает возможность посмотреть развитие унцукольского искусства советского периода, в котором Гамзат Газимагомедов сыграл очень важную роль. Можно сказать, он среди современных мультикурских мастеров, он является не просто аксакалом, но ведущим художником, ведущим мастером, которые в этой сложной профессии остаются главной величиной. По сообщению Дагестанского гидромедцентра, сегодня по районам республики ожидается без осадка, ветер восточный, юго-восточный – 15-20 метров в секунду, температура воздуха – 31-36 градусов, по Приморским районам – 27-32, в горах – 25-30, местами до плюс 35. В Махачкале ожидается без осадка, ветер юго-восточный – 15-18 метров в секунду, температура воздуха – 28-30 градусов тепла, воды в море – 23 градуса. Редактор выпуска Шерипат Шульгина, звукорежиссер Муминат Алиева и я, Имара Багирова, прощаемся с вами с пожеланием удачного дня и хороших новостей. Вы слушали «Радио России Дагестан». До новых встреч! Памятная дата России 22 июня. В этот день, в 1941 году, фашистская Германия напала на СССР. День памяти о погибших в Великой Отечественной войне. Более 26 миллионов человек отдали свои жизни ради победы. Но именно в этот день по радио впервые прозвучали слова «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» Так и вышло. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова